Здравствуйте, дорогие друзья, любители винограда! Сегодня у нас 8 сентября 2019 года. Мы находимся возле куста гибридной формы кранова Виктора Николаевича под названием «Рубиновый юбилей». В том году мы уже представляли ее, и в этом году мы вам тоже покажем эту гибридную форму и закончим такой маленький цикл ознакомительных роликов на моем винограднике с новинками народных селекционеров и старой проверенной. То есть, можно сказать, такая вишенка на торте. Вишенка, потому что этот сорт я очень люблю, гибридную форму. Она мне очень нравится по урожайности, по вкусовым качествам. И не только мне. Все покупатели ждут ее с нетерпением. Она вот-вот будет уже готова. Поэтому мы с Владимиром Исаенком именно сейчас снимаем, потому что потом будет поздно. Давайте опустим еще немножко видеокамеру и посмотрим, что она из себя представляет. Это гибридная форма с сроком 120 дней созревания. Ну, может быть, 125 дней. Ягоды здесь заявлялись о 8-12 грамм. Но ягоды явно больше здесь по весу. Мякоть, консистенция плотная. И самый главный вкус. Это легкий мускат с такими фруктовыми нотками, которые незабываемые ощущения оставляют. И осенью этот виноград вообще употребляется в свежем виде бесподобно. Кстати, он еще может находиться в срезном состоянии на протяжении одного месяца. Это так, если его не слишком хранить. Соответственно, если его положить в определенные условия, то, я думаю, до Нового года он долежит свободно. Грозди заявлял крайнов 500 тысяч грамм. Ну, были у меня и 2 800 грозди. Шикарные, конечно. Ну, такие грозди, они на данный момент не нужны, так как их тяжело реализовывать с одной стороны. А с другой стороны перегруз сказывается на следующий грон. Вот. Ну, вот как вы видите, вот я сейчас возьму вот такую шикарную грозь. Обратите внимание, цвет какой насыщенный, приятный, хороший. А вот такой, ну, он мимо покупатель не пройдет вокруг такой, мимо такой грозди. Что не взять, то все шикарно. Вот я сейчас возьму ягодку, вытру немножко. Еще повторюсь, что, конечно, было бы неплохо, если бы он недельку повисел, а потом его реализовывать. Тогда он будет в полной мере проявлять свои все вкусовые качества. Вот Владимир сейчас попробует и поделится своими впечатлениями по поводу вкуса. Косточка еще, как вы обратите внимание, не совсем потемнела, но я мерил перед этим сахар. 17% сахара, уже его можно, в принципе, кушать, но он полностью проявит все свои вкусовые качества где-то через недельку, числа там с 15-20 сентября. Очень хорошая ягода, очень вкусная. Мякоть седается, хрустящая такая мякоть, плотная, с небольшим количеством сока. Вот внутри, видите, как бы пустота. Это тут было количество сока, а оно съелся, этот сок. И осталась вот такая плотная, плотная мякоть, как мармелад. Конечно, очень шикарный вкус. Легкий мускат чувствуется, великолепная ягода и по красоте, и по вкусу. Ну и сама форма по урожайности. Смотрите, какой бешеный урожай. И в прошлом году был точно такой же. Вот в конце ролика этого будет ссылка на него, посмотрите, сравните. Это форма очень такая, как лошадка. Она каждый год, ну вот, по крайней мере, то, что я вижу, два года подряд дает вот такой шикарный, большой урожай этот куст. Сейчас на кусту находится нормальных 25 гроздей, не считая маленьких, там несколько штучек. Ну, я думаю, 25 килограмм тут железно есть, а то и 30. Это я так, по скромности говорю, 25. Мы сейчас перейдем на другую сторону плоскости, на другую плоскость этого куста и еще покажем. Ну вот еще, чем хорошая эта форма, видите, листочки чистые, нету тут болезней. Ну, немножко есть, конечно, но все равно, это уже осенний такой аидиум, я же не буду обрабатывать его сейчас на данный момент. Поэтому, ну, с осенним аидиумом я не знаю, как бороться, честно говоря. Ну, его практически незаметно, лоза, он чистая. Нет, лоза чистая, да, на листочке. Лоза вызревшая. Вызревшая, она вызревает очень рано, да. А вот на листочке немножко зацепилась, но тут я уже ничего не могу сделать. Это, наверное, на пасынках где-то. Не, на пасынках, а на основном урожай все нормально. Вот где-то я нашел, разве это аидиум, это аидиум назвать нельзя. Ну что, идем на ту сторону, да? Да, перейдемте на ту сторону. Ну вот, мы перешли на вторую плоскость, вот обратите внимание, в самом низу какие вот такие крылатые гроздочки. Здесь 2 килограмма ягода точно. Вот такой рубиновый цвет в самом низу ягоды. Вот обратите внимание, какой рубиновый цвет. Темный рубин. Да. Вот, смотрите, шарики какие прекрасные висят. Вот выставочная гроздь, можно сказать. То есть, какую ни возьми гроздь, она каждая сама по себе прекрасна. Ну и самое главное вкусная. Мы сейчас с Владимиром взвесим их, померяем сахар, положим пятачок рядышком, для того, чтобы вы уже полностью оценили всю эту картину. Хорошо, сейчас мы пойдем измерять, ну вот такой вопросик. Это куст корнесобственный, да? Совершенно верно. А уход, обработка стандартная, да? Ну как и за всеми. Гиберлина тут флорона не было. Да нет, ну про это даже речи не идет. Да, вот. Ну а против грибковых болезней сколько опрыскиваний было? Это стандартные вместе со всеми, если не ошибаюсь, пять раз всего лишь. Ну, первое, это, наверное, голубое опрыскивание железных кукурузов. Не, ну, скажем так, после... Распускания площади. Да, кто там слишком беспокоится по поводу экологичности, переживает на эту тему, то я скажу, что так, после цветения было две обработки. То есть, тот фунгицид, который был сюда нанесен, он уже давно разложился. По всем срокам ожидания, да? Я думаю, да. Они превышены в два раза, как минимум, да? Да, да. А тут даже в три, вот, на сегодняшний день. Ну, последний раз обработка велась от 10 июля. Сегодня у нас 8 сентября. Ну да. Хорошо, пошли тогда мерить характеристики ягодки. Пойдемте. Ну, давайте сейчас покладем эти ягодки на веса. Плоскость не совсем ровна, поэтому ягодки скатываются. Я сейчас постараюсь выложить. Ну, вот, смотрим. 55 грамм, три ягоды. По 18 грамм ягод, как получается у нас. По 18 грамм. Размеры. Она очень плотная консистенция, понимаете? И поэтому вес гроздей ягоды... Давайте померяем. 39 миллиметров. 39 на 27. Вот этот бочоночек возьмем. 34 на 30. Вот такой формы ягодка. Сейчас я разрежу ее. Смотрите. Одна косточка, еще не совсем спелая она. Но, тем не менее, сейчас померяем сахар. И поймем... Мякоть какая-то плотная. Косточку выковалили. Да, совершенно верно. Сейчас померяем сахар. Я же говорю, Ямиря было 17. 16 с половиной. 16 с половиной. Еще неделька. И он полностью проявит все свои вкусовые качества. Ну и так вкусно сегодня. И с таким сахаром. Кислоты не чувствуется. Это абсолютно вкусная ягода. Легкий мускат уже ощущается. Который проявится в полной мере. Я же говорю, еще немножко подождать надо. Ну что ж. Хорошо. Спасибо, Александр. За то, что показал такую красивую ягоду. Такой красивый куст. Вот. И спасибо всем, кто смотрел этот видеоролик. Всем щедрых урожаев, здоровья. И до встречи в следующих видео. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»